В череде событий культурной жизни Оренбуржья фестиваль Мстислава Ростоповича является одним из ярких. На протяжении четырех лет организаторы ставят перед собой задачу при общении публики к классике. Главная цель любого фестиваля, особенно международного, чтобы появлялись, чтобы были ростки здесь, в месте проведения, чтобы появлялись новые исполнители, чтобы привлекать новых зрителей. В этом году фестиваль посвящен 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Галины Вишневской. В фойе Оренбургского драматического театра, в стенах которого состоялось открытие праздника, уникальная выставка, посвященная великой певице. На сцене московские гости – солисты Центра оперного пения, созданного Галиной Павлой. Они готовятся показать зрителям оперу в трех действиях. Джузеппе Верди, Ригалетто. В главной роли – молодой солист Александр Алиев. Для артиста нынешний фестиваль не первый. На этот раз он предстал перед оренбуржцами в очень сложном для себя образе. Это трудно и с музыкальной точки зрения, сложный спектакль. Музыка Верди и по драматургии, драматически тоже сложный спектакль. Мы стараемся работать с нашими педагогами над тем, чтобы сохранить, так сказать, возможность исполнять эту роль и не навредить своему голосу. Музыка Верди и по драматургии. Музыка Верди и по драматургии. За дирижерским пультом – музыкант из Италии Марко Боэми. Для него участие в фестивале стало почетной миссией. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская для меня, как для европейца, не просто великие музыканты, а еще и символ борьбы за свободу в искусстве и в жизни. Все итальянцы знают фотографию Ростроповича, который играет на виолончели перед берлинской стеной. И эта фотография – образ, который стал легендой, которая войдет в историю на века. Второй день фестиваля был посвящен творчеству великого композитора Сергея Прокофьева. В первом отделении оркестр Центра оперного пения под управлением дирижера Дениса Власенко виртуозно исполнил фрагменты и сюиты Ромео и Джульетта. Я был три года назад на первом фестивале Ростроповича, и для меня это не дебют, но я всегда рад возвращаться сюда. И замечательная здесь публика, замечательный зал с акустикой, что большая редкость для филармонии нашей. Поэтому я очень рад, что я снова здесь. Настоящей звездой вечера стал юный пианист Давид Хрикули. Он в Оренбурге впервые. В репертуаре музыканта – сложные произведения и далеко идущие планы. На меня очень большое впечатление произвел Святослав Рихтер. И когда я его услышал, я очень захотел заниматься классической музыкой. Музыка для меня – это все, и моя цель – стать великим музыкантом. Самый любимый композитор самого Сислава Ростроповича – Прокофьев, и на него очень большое влияние он производил. Поэтому сегодня я решил исполнить седьмую сонату Прокофьева. Завершился фестиваль концертом ансамбля «Эйфория» и известного баяниста Айдара Гайнулина, который не только исполнитель, но и композитор. Айдар – автор музыки к отечественным кинофильмам. Артист рассказал, как однажды ему удалось поразить самого Мстислава Ростроповича, который и открыл ему путь на большую сцену. Я благодарен судьбе, что она свела с такой легендарной личностью, с великим маэстро. Я был стипендиатом фонда Ростроповича. И я помню, когда я в первый раз пришел на прослушивание и сыграл сюиту из ревистской сказки Альфреда Шнитке, маэстро подошел ко мне, обнял и удивленно спросил, «Ну расскажи, как это возможно сыграть на одном баяне за весь оркестр симфонический?» Ну и вот так вот мы познакомились с ним, и после чего он меня пригласил в Вигмар Холла в Лондоне, в зал Гаво в Париже и на свою золотую свадьбу, где присутствовали практически все короли и президенты. То есть у нас такая довольно уникальная встреча произошла. И, конечно же, я сегодня особенно рад участвовать на столь грандиозном фестивале. Вечер под названием «Танго да Амор» стал романтическим путешествием в мир кино. Четвертый международный фестиваль получился экспрессивным, богатым по содержанию, запоминающимся. И в этом большая заслуга организаторов и идейного вдохновителя, художественного руководителя фестиваля Ольги Ростропович. Это все продолжение дела Ростроповича. Я считаю, что Ольга – выдающаяся дочь. Она нашла себя, на наш взгляд, и я ей об этом всегда говорю, когда она приезжает. Она великая дочь своих родителей, она делает великое дело, она пропагандирует. И их творчество не позволяет забыть. В 2017-м фестиваль Мстислава Ростроповича отметит свой первый юбилей. Поклонников музыки ожидают незабываемые встречи. И, конечно же, в Оренбурге вновь будет царить ее величество классика.